Нашу образовательную площадку и с огромной радостью и удовольствием приглашаю сюда креатора в сфере культуры и искусств, руководителя медиа-отдела Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, общественного деятеля, волонтёра культуры Галину Алексеевну Кутугутову. Тема её выступления — массовые онлайн-мероприятия в условиях пандемии от идеи к воплощению. Здравствуйте всем. Что-то так длинно меня обозвали. Я работала в музее около 10 лет, это Национальный художественный музей. Сейчас я работаю в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. Можно мою презентацию, наверное, запустить. Ну, помните, да, весна прошлого года, 23 марта, когда нас всех отправили на удалёнку. Наши учреждения закрылись, мы остались в неведении, и даже было непонятно, как мы будем продолжать работать. Но все знают, что госзадания не дремлят. Посещаемость и другие показатели. Что-то вы не сначала запустили? Это не начало. Ну, можно здесь, ага. Вообще, переход на онлайн нашему отделу, нашей библиотеке, дался довольно просто, потому что уже до пандемии мы вели деятельность и в соцсетях, разрабатывали, раскручивали свой YouTube-канал. Но, как и все, мы массово перешли на мероприятия в Zoom. Пробовали разные варианты. Это был Discord. Это также наши автоматизаторы и программисты разработали систему ВКС на нашем сайте. Я буду с вами. И мероприятия остались те же самые, но добавились такие штучки, медиапроекты, медиауроки. Но медиаурок у нас очень такой опыт был проведения республиканского большого мероприятия, медиаурок, ко дню рождения Михаила Ефимовича Николаева, так как Николаев-центр является нашим филиалом. Мы записали в формате видеоурок. Это было еще два года назад. И по библиотечной сети мы распространили единый сценарий, единое время, единый день. И охват тогда у нас был около 10 тысяч человек, детей. Конкурсы, чемпионаты, квесты, викторины, трансляции, прямые эфиры, акции «Слешмобуар-марафон» — это все, что делаем мы с вами всегда. И до пандемии, и во время пандемии. Дальше. Так, но я хотела бы сегодня рассказать о тех проектах, которые зародились именно в 2020 году, когда мы остались дома в закрытых стенах и связывались только в глазу. Один из больших проектов, который зародился в декабре прошлого года, в ноябре прошлого года была идея, в декабре началась работа, это «100 интервью о будущем России». Прямо сейчас вы можете вбить в поисковик «100 интервью РФ», вы увидите этот проект. Проект был инициирован нашей библиотекой при поддержке государственного собрания «Интумен». Мы, вдохновившись великим столетним планом, записываем видеоинтервью. У нас есть списочек из 100 диспондентов, которые мы нигде не публикуем и оставляем право за собой не обнародовать эту информацию. Это люди, чье мнение, на наш взгляд, на взгляд на инициаторов проекта, авторов, был бы интересен людям через 100 лет. Но фишка самого проекта не только в записи интервью, а фишка в том, что в следующем году на основе этих интервью будет издана книга. Книга, которая сохранится в течение 100 лет как послание о будущем поколении. Кроме этого, со следующего года можно будет, там добавится функционал на сайте, каждый житель республики других регионов стран может записать свое видение будущего. То, каким будет мир, общество, наша республика, наша сфера деятельности через 100 лет. Один еще хороший такой проект, который ведет Аина, прибыл их, это 75 уроков Победы, запущенные в прошлом году, к 75-летию Победы. Видите, наши партнеры, это почти, вот, Игутский музей, Российское военно-историческое общество, Национальные архивы и другие. Мы собираем на этом портале все те медиапродукты, которые делают все учреждения, которые посвящены войне, Великой Отечественной войне, посвящены моей Победе. Там несколько разделов, это аудио, видеоконтент, это архивные документы, это даже те же презентации, которые делают учителя, мы их тоже загружаем в формате PDF, то есть для свободного доступа, то есть чтобы учителям, библиотекарям, музейщикам не надо было искать по всей сети интернет, мы запустили такой портал, где одним кликом можно найти нужную информацию для проведения урока, мероприятия, презентации. Вот то, как мы проводим наши медиа-уроки, да, вначале мы записываем видео, видео по какому-либо сценарию, у нас проведены уроки ко дню космонавтики, ко дню государственности, ко дню республики, разрабатывается сценарий, собирается аудитория, показывается этот видеоконтент, и модератор проводит такой урок по единому сценарию, который проводят все библиотеки, участники уроков. Еще знаковым событием стало то, что еще до пандемии наша библиотека стала региональным оператором чемпионатов почтения слух среди взрослых «Открой рот» и среди старшеклассников страница, ну, страница, в этом году страница 21. Отрадно, что победительница прошлого года стала финалисткой российского этапа. В этом году, правда, на Дальнем Востоке она выиграла, но дальше она не смогла пройти. Уроки проходят в онлайн-офлайн формате, когда организаторы джинлии присутствуют, например, в стенах библиотеки с соблюдением ограничительных мероприятий, а участники подключаются через Zoom с трансляцией видео. Все вот эти мероприятия, как «Ночь искусств», «Ночь в музее», вот у музейщиков у нас, «Библия ночь», мы проводим тоже в таком формате марафонов, и я сейчас наблюдаю, у многих музеев тоже такие классные форматы появились, когда в течение дня, не только там «Батчу», проводятся разные онлайн-мероприятия. Кроме того, вот у нас на «Ночь искусств» мы записали репортаж, который транслировался по телевидению. И мы запустили свою линейку подкастов на «Яндекс.Музыке». Это курирует сотрудник нашего отдела Кларова Саина совместно с Союзом писателей Якутии. Наталья Харламьева общается с писателями, поэтами, либо сама рассказывает. Уникальность этих подкастов в том, что они на якутском языке и о якутской литературе. И мы узнали, что из разных уголков мира якутоязычное население, которое живет в других странах, в других городах, они с удовольствием слушают наши подкасты. И второй такой проект, который велся весь прошлый год, это «Говорит Пушкинка». Это видео-встречи на Ютубе. То есть мы записываем разговоры на исторические темы, на околокультурные темы и выкладываем их в Ютуб. Также в этом году мы запустили совместно с телеканалом Якутия-24 проект «Книжная полка». Каждый вторник утром мы рассказываем о книгах. И вот сейчас мы начали линейку своих сюжетов по раскрытию фондов Национальной библиотеки. Работая в библиотеке, я узнала, что не все знают, что фонды библиотеки настолько богаты. Это 1 655 000 и более документов. Это 50 000 оцифрованных документов в электронной библиотеке. Это книжные памятники. Это национальные, зарубежные, отечественные фонды. И поэтому мы начали работу по обнародованию этих фондов. Мы рассказываем. Один сюжет у нас крутился в день библиотек 27 апреля на телевидении. Также он сейчас доступен у нас на Ютуб. Это о дарственных коллекциях, которые хранятся в библиотеке. Следующий сюжет мы запустим на следующей неделе. Мы будем рассказывать о сохранности библиотечных фондов. Какая работа ведется, какие проблемы есть. Ну и покажем реставрацию. И вот тут немножко о том, как мы проводим наши онлайн-мероприятия. То есть всегда за мероприятием в онлайне стоят несколько человек. Это не один человек, который в Zoom запустился и начал работу. Это целая команда. Команда, которая состоит из массовиков, так сказать. Икейщиков и технорей. То есть мы сейчас наше мероприятие запускаем с трех планшетов, с трех точек, чтобы был общий вид, крупный вид и вид, например, на стол, если это мастер-класс. И транслируем мы их всегда через наш сайт травим-код, чтобы счетчик считал культуры. И запускаемся через Zoom и транслируем видео. Ну вот тут мы видим, как проходят наши лекции психологов, школа развития личности. В рамках школы волонтеров наследия и волонтеров культуры мы провели большую школу с участием историков, археологов и так далее. Ну и тотальный диктант это то, что каждый год объединяет все площадки и музеи, и библиотеки. И один из крупных проектов, которые мы ведем, это «Сила книги». Вообще российский день библиотек во всех уголках республики в 507 библиотеках разные люди читают отрывки из любимых произведений маленьким читателям. В прошлом году у нас был Петр Сахаров, кардиохирург очень известный. Тема была «Люди-легенды». Трансляция велась в Фейсбуке, Инстаграме, в Зуме. В этом году был молодой ученый Евгений Попов. Знаете, это человек, который исследует жуков, которые едят пластик. Ну то есть очень интересная такая личность. Мы транслировались тоже в Инстаграме, Ютубе, и была аудитория, собранная в Зуме. Тут можно увидеть, как мы, ну то есть у нас нет много денег, магазинное учреждение, и поэтому мы используем свои телефоны, какие-то рабочие планшеты. Вот так вот ведется. И вот на заднем фоне можно увидеть человека, это технар, который сидит, и по моему сценарию он направляет камеру. То есть какая камера сейчас в Зуме будет работать. Это наши показатели, ну это типа госзадания, которые мы выполняем, наш отдел. Это не касается всей библиотеки, это отдел, который состоит из 9 человек. Вот это показатели прошлого года. Вот такая большая работа ведется, вот например, в соцсети ведут всего лишь 3 человека, и вот такие у нас охваты, количество публикаций. И мы делаем виртуальные выставки. То есть книжная выставка это традиционная работа библиотеки, но так как весь прошлый год в библиотеку люди не заходили, мы делали их виртуальными. У нас есть выставки на Google Art. Кроме того, мы делаем на бесплатной платформе Мобирайс. Пробовали на Тильте, но Тильда на платные после определенного количества кликов. Мобирайс – это бесплатный такой одностраничный сайт, конструктор сайтов, на котором можно делать красивенькие выставки. У нас на сайте nlrs.ru внизу есть раздел виртуальной выставки, можете зайти посмотреть пример, как можно создавать выставки. Это касается и музейных экспонатов, так что, в принципе, вот так вот наши соцсети. И тут тема же была задана от идеи воплощения, да, онлайн-мероприятия. Поэтому, наверное, немножко расскажу от того, как с момента зарождения идеи, то есть приходит календарный праздник, да, или какое-то поздание, или запросы от каких-нибудь ведомств и так далее. Например, ну вот, например, сейчас день-то против курения живут, да, приходят запросы от учредителя провести какие-то мероприятия. Мы садимся отделом, ну, не всем отделом, два-три человека, которые более в таком плане работают, мы придумываем, что мы можем сделать. То есть мы сперва рассматриваем наши традиционные мероприятия, которые мы можем сделать, это лекция, выставка, там, что-то еще. Потом мы думаем, как перевести это все в онлайн. То есть выставку мы уже переводим в онлайн-формат, лекцию мы проведем в формате медиа-урока, например, да, либо запишем ее заранее спикера и запустим через сайт. Есть какие-то мероприятия, которые требуют большей креативности, вот, например, сила книги, да, ну, когда мы в первый раз переходили в онлайн-формат или тотальный диктант, который тоже всегда проводили традиционно, а здесь нужно было срочно переходить в онлайн, мы начинали думать, где мы возьмем охват. Как вы все знаете, в прошлом году охват вот онлайн-аудитории, он не считался только через счетчик, который стоит у нас на сайте, да, он считался, даже вот эти все просмотры в инстаграме можно было лепить, закидывать в таблицу, и мы, там была даже новость, типа, музеи, там, в день, в ночь музеев посмотрели, там, чуть ли не миллион человек, ну, что-то такое было, но в этом году все усложнилось, и сейчас весь тот онлайн-трафик, он считается только через счетчик культуры РФ, который должен стоять у каждого на сайте, поэтому мы травим ссылку Zoom через сайт, чтобы можно было редиректом попасть в Zoom, или трансляцию в YouTube, мы знаем, что в YouTube у нас будет присмотров больше, но нам нужно считать только тех, которые проходят через сайт, поэтому мы ставим ссылок редирект, перенаправление, да, через сайт, поэтому только количество намного уменьшилось, посещение уменьшилось, но мы считаем, что это более правильный вариант, потому что, ну, не можем же мы считать в прямых эфирах в Instagram, где там тысяча человек посмотрело, на самом деле это не тысяча человек, это 50-40 человек, которые всю вашу трансляцию посмотрели, активно поучаствовали в вопросах, а остальные это могут быть просто перезаходы, но год пандемии показал, что это классный инструмент продвижения своих соцсетей, но 23 марта подписчиков на нашем Instagram-канале было 1800 с чем-то там человек, да, сейчас мы приближаемся к оплетке 6000, и это я замечаю во всех учреждениях культуры республики, например, вот у НХМ очень сильно выросла аудитория, у Саха театра было много, стало еще больше, да, но это классный показатель, даже те паблики, которые в прошлом году были очень маленькие, вот музей музыки фольклора, музей хамуса, они выросли в 3-4 раза, это здорово, и тем самым, наверное, мы охватим большую аудиторию и расскажем о своей деятельности большим людям, YouTube у нас 23 марта это было всего лишь там, сколько, 700, а, 155 подписчиков было у канала, сейчас у нас 1270, около того, да, это тоже хороший показатель, охваты становятся больше, ну, у меня на этом все, можно, могу ответить на вопрос. вопросов нет. Друзья, задавайте вопросы, потому что, в принципе, мы занимаемся одной и той же, ну, как бы в одном направлении, да, смотрим, продвигаем имидж своего учреждения, и, в принципе, да, вот есть вопрос. если вы были участником прошлого, прошлого фестиваля, который за прошлом году проходил, да, я там как раз-таки рассказывала о музейном пиаре, то есть о пиаре учреждений культуры, и тут целая технология, это не просто анонсирование и рассылка по каким-то WhatsApp-группам, да, или публикация анонса, это точечный запрос по тем организациям, которым будет интересное мероприятие, это письменная рассылка в виде официального письма, это небольшие затравочки, тизеры по WhatsApp в виде формата, да, но, конечно, нам очень в республике повезло, что есть WhatsApp, и WhatsApp помогает всем, потому что во многих как вы знаете о полках республики, Instagram не грузит, но зато текст по WhatsApp придет, мы, например, делаем как, я говорила о том, что у нас есть электронная библиотека, в котором, фонд которой составляет более 50 тысяч книг, мы делаем в WhatsApp рассылки, это очень здорово, с прямыми ссылками на книжки, людям, например, легче ткнуть на то сообщение, на то ссылку, которая к ним придет по мессенджеру, чем они будут заходить на сайт. Кроме того, у нас есть канал в Телеграме, там мало подписчиков, которые состоят в группе, но алгоритмы Телеграм позволяют делать репосты в другие группы, и эти просмотры, они собираются у нас достигать просмотра до 700 просмотров, до 800, мне кажется, очень хороший показатель. Также мы ведем в Facebook-страничку, публикуем туда более официальные мероприятия, потому что, ну, как вы знаете, вот ликудский сегмент Facebook, да, сложилось даже такое мнение, сообщество, можно сказать, там более такое работающее взрослое население. Мы сейчас не работаем в ВКонтакте и в Одноклассниках, потому что проработав два года на этих соцсетях, мы поняли, что наша якутская аудитория, которая придет к нам в библиотеку или будет открывать краеведческую литературу, она почему-то вот не заходит оттуда. Твиттер, ну, вот формат Твиттера мы пока еще только рассматриваем, то есть у нас есть там своя страничка, но пока не идет. Ага, еще были вопросы, Галине? Так, вопросов нет. Если что, можете к ней индивидуально подойти, посоветоваться, и я с радостью вручаю тебе благодарственное письмо. Спасибо, что уже второй год поддерживаешь наш фестиваль вот всеми способами, как лектор выступаешь и продвигаешь. Спасибо большое.